Комментарий к патенту. Малоразмерный беспилотный летательный аппарат для мониторинга техногенных катастроф, пожаров и территорий. Второй патент. Комплекс мониторинга чрезвычайной ситуации. Эти два патента идут вместе. Это гражданский проект, призванный. Призванный создать новое предприятие, в которое будет уже заложена социальная ответственность. То есть, иначе говоря, мы вписываем во владельцы, авторов это не касается, во владельцы. Юридические лица уже существующие предприятия. Физические лица. И объекты социальной среды, детские дома, поликлиники. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова. Корректор А.Кулакова. Редактор субтитров А.Кулакова. Моделирование гражданского проекта в любую отрасль обеспечения деятельности. Для чего это сделано? Для чего это было задумано? На ранней стадии создания технологии и подачи заявки в Федеральный институт промышленной собственности, авторы того или иного изобретения несут полностью ответственность за свое авторство. И только они решают, что они хотят с этим изобретением, показать ли они его миру, людям, есть ли у них намерение внедрения этого изобретения в хозяйственную деятельность. И они принимают решение. Или продавать этот патент, что в принципе на протяжении долгого времени после развала Советского Союза, социальная среда, сознание, право сознания человека в России, оно больше преследовало рыночную экономику и свою собственную выгоду. Поэтому основная масса патентов в России продавалась или была выставлена на продажу. Авторы данного изобретения пошли от обратного. Они решили подарить, разбить доли в своем изобретении и подарить это изобретение обществу. То есть неважно какое изобретение. То есть собственность. То, что могло бы стать собственностью. Предмет собственности. В течение 20 лет из России вывозились деньги. Материальные ценности, средства. Эти средства были накоплены в течение долгого периода времени. Это наследие большого промышленного комплекса СССР. Платон писал в государстве. Формула олигархия – это проблема, реакция, решение. Формула сознания. Но есть и другие модели. Сегодня мы отдаем часть технического решения государственному предприятию. Государству в лице какого-либо предприятия. Дабы к этому изобретению был интерес. Интерес к его развитию, внедрению. Вообще интерес к научно-техническому решению. И вообще к этой отрасли. К научной отрасли. Мы отдаем часть научно-технического решения потенциальному предприятию, которое могло бы его внедрять или заниматься его внедрением. Мнение авторов о том, что изобретение полезное – нет сомнений. И при его внедрении правообладатель будет получать суперприбыль. Дабы была эта прибыль полезна обществу, мы отдаем часть детскому дому-интернату, социальному учреждению. В общем-то, это не новая модель. Она существовала в Советском Союзе. Если вы человек среднего поколения, вы помните детские сада, поликлиники, ведомственные. Когда предприятие содержало на своем балансе детские сады, где, куда ходили их дети, дети их служащих, рабочих. Это поликлиники, где они лечились, обслуживались. Это социальная модель. Призвана улучшить экономическую среду в России. Повысить гражданскую ответственность. Мы включили патент людей, которые уже являются брендами. Представители шоу-бизнеса, культуры. Данное решение можно рассматривать как маркетинговое. Маркетинговое решение – авторское решение. Что сокращает кратно расходы на рекламу. На пиар, на продвижение, в средствах массовой информации. Также это событие находится в русле инновационной политики государства и молодежной политики. Однажды я подошел к юристу и спросил, а вообще возможно ли включать в подобные гражданские проекты сразу детей? То есть, ребенку неважно, год, два, три. То есть, это поколение, это 20-50. Это то поколение. За что он не ответил. Ну почему же? В других государствах дети при рождении получают часть бюджета. Мы представляем внебюджетный источник финансирования. То есть, это новый источник финансирования, который происходит из изобретений, из нового явления. Хотел бы я с детства родиться и получить права в легкой промышленности в какой-то другой авторской услуге, которая бы приносила доход и обеспечила мое достойное существование. Мы заинтересованы создавать такие проекты международного характера, основанных на российском научно-техническом решении. То есть, российское авторство. Хотя, мое мнение о авторстве не существует. Это единое информационное поле. авторство. Терминология, термин авторства это, скорее, юридически им же изменяемое. То есть, это не что иное, как экономическая настройка. Модель, бизнес-модель, когда-то придуманное изобретение. На базе российского приоритета мы можем создавать международные предприятия. И самое простое решение создания на самой ранней стадии это заявление. Заявление Федерального института промышленной собственности исключительно списка тех предприятий, которые уже впоследствии принятия положительного решения и выдачи на патент. А патент это ценная бумага. Это свидетельство о собственности. Во внешнем процессе регуляции информационных отношений организма с внешней и с внутренней средой является эмоция. В которых психическое и физиологическое присутствуют одновременно, как две стороны единой нервной деятельности. Эмоции способны значительно влиять на механизмы фиксации информации, ослабевая или усиливая ее. В зависимости от положительного или отрицательного характера эмоциональной нагрузки, сопровождающей информационное воздействие для фиксации в памяти, человек впоследствии формирует свою целенаправленную деятельность. Другими словами, все, что вы имеете внутри себя, есть шаблон. Если он информативно-негативный, то и на новое открытие явление, событие именно его вы и натягиваете. Это ваш опыт. Ну а коль вы добрый человек и позитив из вас так и прет. Вы во всем видите радугу. Горько осознавать, что люди перестали верить в то, что они делают. Однако делают. Мышление имеет инерцию. Сегодня Верхневостки авторское общество представляет гражданский проект в сфере социальных инноваций, беспилотный летательный аппарат новая авиация в элементной базе автотермии. Суть проекта создает новую форму предприятия, уникальный состав участников, основанный на промышленном праве в производстве в любой отрасли хозяйственной деятельности. Участники проекта молодые, известные актеры российского кино Аристарх Венис и Емельянов Кирилл, актер театра современной пьесы. Представитель движения «Наши» Антон, да-да, тот Антон, тот Челябинец, закопавший себя по колено в песок, чтобы встретиться с племьером Владимиром Путиным. Детство «Сиротский дом». Это предприятие социально ответственное, холодный ядерный синтез, мирный синтез на благо человечества. Сегодня мы готовы объявить о новом методе капитализации малого и среднего предпринимательства. Визуализация событий, СМИ, блогерские технологии, тематический видеоряд, короткометражный документальный фильм, сценарий, объясняющий появление данной технологии как физического решения природного явления. отрасль культуры, героизация, создание образа равнения и ответственность на гражданскую позицию и социальную активность, ряд торжественных мероприятий, мода на науку и инновационное правосознание. Открытость. Открытость – основания для заключения соглашений по использованию научных, технических результатов в области плазмохимии и применения их в иных отраслях хозяйственной деятельности. Возможно. Возможно подать заявку на искусственный плавучий остров с тематической энергетической установкой и создать уникальный состав участников Международного Исследовательского Института Океанологии. Благотворительность. И все же есть плюсы когда явление приходит совершенно неожиданным образом. Совершенно иным путем своей дорожки. Иная теория параллельная. Всякий, кто задается вопросом и вопрошает, то по мере веры получает пользу. Кто с малой верой приходит получает мало пользы. Кто с великой великой. Они же есть о чем размыслить. Исследовательского 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 Исследовательского